Доброго времени суток! Дорогие эукариоты, сегодня мы попали в самое загадочное место – это святилище. Сегодня говорим о сердце, об анатомии, физиологии, регуляции его работы и болезнях. Итак, сердце – это четырехкамерный мышечный орган, центральный орган кровеносной системы, который располагается в грудной полости. Ниспроста ведь называется сердечно-сосудистая система. Обратите внимание, что сердечно выносится на первое место. Мы не говорим сосудисто-сердечное. Сердце – это центр. Сердце можно лечить только сердцем, сказал выдающийся кардиолог, терапевт советский ВН Виноградов. Мы сегодня в статусе кардиологов побудем. Анатомия сердца – четыре камеры, два предсердия и два желудочка. Такое строение в целом характерно для класса млекопитающие. Сердце состоит из двух половин – правой и левой, каждая из которых включает предсердие и желудочек. Правая половина сердца полностью изолирована от левой, они не сообщаются. Венозная кровь не смешивается с артериальной, поэтому мы с вами обладаем теплокровностью или гомоэтермией, а греческого гомойс – одинаковый подобный термотепло. Межпредсердная перегородка – межжелудочковая. Спасибо им за теплокровность, спасибо за то, что зимой мы можем ходить и в школу, и в университет, и на работу. Предсердие – левое. Сюда впадают четыре легочные вены с артериальной кровью. Посмотрите, вены несут артериальную кровь. Вена – это еще не значит, что венозная, не всегда так, не ошибайтесь. В правое предсердие впадают верхние и нижние полые вены с венозной кровью. Запомните, что вены несут кровь к сердцу, а артерии несут кровь от сердца. Какая в них кровь – это уже другая история, не всегда здесь есть совпадение, так что на первом месте направление, куда идет кровь. Если кровь идет от сердца, то это артерии. От левого желудочка начинается самая большая артерия, аорта – с артериальной кровью, а от правого желудочка – легочный ствол. Здесь венозная кровь, затем легочный ствол делится на две легочные артерии, и получается, что по ним идет венозная кровь, несмотря на то, что это артерии. Опять как-то много слов, а мало что понятно. Давайте по существу. Четыре легочные вены идут от легких, после газообмена несут артериальную кровь в левое предсердие. Из левого предсердия она попадает в левый желудочек, а от левого желудочка отходит самая крупная артерия – аорта, везде здесь кровь артериальная. Правая половина сердца – это венозная кровь, сюда ее несут полые вены, верхняя и нижняя, они открываются в правое предсердие, сюда попадает венозная кровь, затем в правый желудочек, и от правого желудочка отходит легочный ствол, который делится на две легочные артерии. Каждому легкому идет венозная кровь – левая легочная артерия и правая легочная артерия, мы это на следующих рисунках увидим. Межжелудочковая перегородка, спасибо ей за отлично проведенную зиму, за счет нее полностью разделяются два круга кровообращения, левая часть сердца от правой желудочки полностью изолированы и не происходит смешения крови. Это обеспечивает высокий уровень обмена веществ, то есть метаболизма. Стенка сердца. Более детально давайте приглядимся. В ней есть несколько слоев. Три слоя. Первый – это внутренний, эндокард. От греческого эндо – внутри, кардио – сердце. Он выстилает полость сердца изнутри. Это соединительная ткань, немного ее там, и эндотелий. Эндотелий – однослойный пласт клеток. Средний слой – это от всего миокарда. Миокарт от греческого миос-мышца. Это самый главный, наиболее мощный слой. Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань его образует, то есть кардиомиоциты, которым мы еще сильнее приглядимся через несколько слайдов. И третья оболочка – это наружная эпикарт от греческого эпинат. Соединительная ткань защитную функцию выполняет. Здесь есть и жировая ткань, здесь идут нервы, кровеносные сосуды к сердцу. Ведь сердце – это толстая стенка. Она тоже должна кровоснабжаться. Ей нужен и кислород, и глюкоза. Вот через эти кровеносные сосуды, через эпикарт все это подходит. А перикарт от греческого переоколо – околосердечная сумка, наружный слой. Сердце – самый наружный, нерастяжимая фиброзная ткань. Она препятствует переполнению кровью сердца, излишнему растяжению сердца. Однако даже строение стенки сердца в разных его отделах отличается. Толщина стенок не одинакова. Стенки предсердий – это резервуары крови, они тонкие и растяжимые. Ну, вернее, их функция ближе к резервуарам, а вот стенки желудочков – это непосредственно насос, толще и менее растяжимые. Стенка левого желудочка толщая, за счет развитого мышечного слоя, чем правого желудочка. То есть, если даже мы желудочки сравним левый-правый, у левого миокард развит лучше, потому что левый желудочек качает кровь против гораздо более высокого давления. От него начинается большой круг кровообращения. Получается, кто больше качает, тот сильнее и накачивается. У того лучше развит миокард. Здесь знать нужно меру и не перетрудиться, а то будет гипертрофия. Клапаны. Не часто мы видим слова, образованные от немецкого «клапе» – «крышка-заслонка». Это часть сердца, образованная складками его внутренней оболочки – эндокарт, с которым вы уже знакомы. Функция – не допустить обратного тока крови, только из предсердия в желудочке. Никаких обратных движений быть не должно, никаких движений из желудочков предсердия. Итак, какие же бывают клапаны? Атрио-вентрикулярные клапаны между предсердиями и желудочками, что и заключено в их названии. В переводе с латинского «атриум» – это предсердие, а «вентрикулус» – желудочек. Между левым желудочком и левым предсердием расположен двустворчатый клапан, митральный, от греческого «митра». Митра – это головной убор религиозный. Правый желудочек – трехстворчатый клапан. Между правым желудочком и правым предсердием – трикуспидальный. Его называют от греческого «трискелос» – трехногий. Полулунные клапаны – они расположены между левым желудочком и аортой, и между правым желудочком и легочным стволом. Вот и все клапаны сердца, но количество заболеваний, которые случаются с ними, огромно. Каждая створка створчатых клапанов – атриовентрикулярных или предсердно-желудочковых в переводе – напоминает парус. И, как и на корабле, к свободному краю прикреплена сухожильная нить, которая идет от сосочковых мышц миокарда. Она препятствует прогибанию клапанов в сторону предсердий. Полулунные клапаны – любители астрономии – свободно пропускают кровь из желудочков в аорту и легочный ствол. Благодаря кармашкам препятствуют обратному току крови. Если кровь начинает течь из аорты легочного ствола обратно в желудочке, кармашки заполняются кровью, и их края плотно смыкаются. То есть и створчатые клапаны, и полулунные не допускают обратного тока крови. Посмотрим на них. Слева створчатый мы с вами видим, а справа полулунный. И здесь точно так же. Слева створчатый. Вот хорошо видны сухожильные нити, которые то сокращаются, то растягиваются, и когда они растянуты, то они обеспечивают плотное смыкание створок. Кровь не проходит в обратном направлении. У полулунных механизм другой. Кровь проходит свободно через них, но если кровь хочет пойти обратно, то получается, что она заполняет вот эти кармашки, и клапан смыкается. То есть сама кровь препятствует своему обратному току. Всю эту сложнейшую структуру, стенку сердца надо кровоснабжать. Венечные коронарные артерии это делают от латинского корона венок-венец. Они снабжают сердце артериальной кровью. Отходят от аорты на уровне полулунных клапанов. Вспоминаем российскую монархию, но сердце здесь вот немножко не в той позиции. Вот так бы его перевернуть, тогда будет понятно. Венец, корона, ну а если так, то совсем понятно. Значит, благодаря этим артериям сердце живет. Теперь держитесь, потому что на следующем слайде вот на этом придется непросто. Здесь я собрал для вас схему, на которой мы сначала опишем все, что узнали, а затем посмотрим на экзаменационные схемы, которые будут, конечно, отличаться, иметь свои особенности. Начинаем мы с конца малого круга кровообращения, с легочных вен. Они идут от легких. После газообмена с артериальной кровью, свежей, поступает артериальная кровь в левое предсердие из легочных вен. Через метральный двухстворчатый клапан эта артериальная кровь идет в левый желудочек. Он сокращается, кровь через полулунный клапан аорты попадает в аорту. Далее переходим к правой половине сердца. От всего тела венозную кровь собирают верхняя и нижняя полые вены. Они доставляют ее, бывалую венозную кровь, в правое предсердие. Через трехстворчатый трикуспидальный клапан или на языке врачей трехстворка и двухстворка, ну, через трехстворчатый венозная кровь попадает в правый желудочек. Когда он сокращается, через полулунный клапан легочного ствола кровь венозная попадает в легочный ствол, который затем делится на две легочные артерии, идущие к каждому легкому. Левая легочная артерия и правая легочная артерия. В экзамене сердце сильно искажают. Посмотрите на это. Здесь уже все совсем по-другому, не так, как на схеме, поэтому учимся. Левое предсердие. Видим, четыре легочные вены впадают в него. Левый желудочек. Миокард. Это средний слой стенки сердца. Он наиболее развит. Видно вот здесь, что у левого желудочка он толще, чем у правого. Что еще видим? Правое предсердие. Сюда двух полых вен. Затем трехстворчатый клапан, который сообщает правое предсердие и правый желудочек. Еще можете встретить такое сердце. Здесь мы видим полые вены, верхнее, нижнее. Они впадают в правое предсердие. Левая легочная артерия с венозной кровью идет к легкому. Полулунный клапан аорты и аорта. И такую схему обязательно нам с вами нужно разобрать. Здесь только клапаны фактически видны. Итак, полулунный клапан аорты. Как мы его узнаем? Он позади клапана легочного ствола, но еще есть одна особенность. На нем обычно изображают место отхождения коронарной артерии. Помните, корону венец. Снабжает сердце кровью. Так вот, от аорты отходят эти коронарные артерии и вы увидите на клапане артальном это место. Легочный ствол, клапан легочного ствола полулунный находится спереди. Двухстворка. Это левая половина сердца. Трехстворка. Правая половина сердца. Здесь вы не ошибетесь, если умеете считать до трех. Видно две створки, три створки и фиброзная оболочка сердца. Наружная она препятствует перерастяжению. Теперь посмотрим еще более глубоко. До самых кардиомиоцитов доберемся. Типичные кардиомиоциты это сократительные мышечные клетки, которые трудятся, вкалывают, работают с утра до ночи и всю ночь. Много митохондрий имеют. Высокий уровень окислительных процессов нужно много энергии, ядро по центру клетки, миофибрилы по периферии. Атипичные кардиомиоциты от греческого а-отрицания, то есть мы не такие, как типичные. Они составляют проводящую систему сердца. У них развита шероховатая гранулярная ЭПС, маломитохондрий миофибрил, крупное ядро не по центру клетки. Они ответственны за возбуждение и проведение. Клетки соединяются друг с другом при помощи щелевых контактов, нексусов, белковых каналов. Все кардиомиоциты возбуждаются и сокращаются практически одновременно за счет огромных сетей этих связей. Они все соединены друг с другом нексусами и это дает им возможность одновременно возбуждаться и сокращаться. Возьмем микроскоп и посмотрим на этих кардиомиоцитов. Видим с вами мышечные волокна, анастомозы, то есть места, где соединяются эти мышечные волокна и, конечно, вставочные диски, контакты между кардиомиоцитами, нексусы, от латинского nexus связь. В проводящей системе сердца мы выделим водителя сердечного ритма, участок сердечной мышцы, в котором генерируются импульсы, определяющие ЧСС, частоту сердечных сокращений. Давайте представлю вам проводящую систему сердца. Синусовый узел, синоатриальный, главный. Он задает ритм всем остальным. Атриовентрикулярному узлу, пучку гиса, волокнам Пуркинье. Давайте посмотрим на это все наглядно. Синоатриальный узел, синусовый. Вот он. Атриовентрикулярный узел чуть пониже. Затем начинается пучок гиса, который идет по межжелудочковой перегородке. Он делится на ножки. Правая ножка пучка гиса, левая, левая задняя ветвь. И затем уже от этих ножек отходит волокна Пуркинье. Если врач хочет познакомиться поближе с проводящей системой сердца пациента, то он назначает ЭКГ. ЭКГ показывает состояние проводящей системы сердца. Зубец П это возбуждение предсердий. ПК это так называемая атриовентрикулярная задержка. То есть пока возбуждение дойдет вот отсюда сюда, здесь все будет ровно. Р это возбуждение желудочков. С это уже завершение возбуждения желудочков и так далее. То есть это все способ посмотреть, как работает синусовый, атриовентрикулярные узлы. Если поступаете в мед, то вешать новогодние огни только так. Это увеличит шансы поступления в медицинский. И конечно еще их увеличит, если вы изучите физиологию сердца. Свойства сердечной мышцы будете знать возбудимость, проводимость, сократимость и ритмичная автоматия. Это все тот еще букет, к которому мы переходим. Проводящая система сердца автоматия. От греческого autos sam. Это способность сердечной мышцы сокращаться самопроизвольно. То есть под влиянием импульсов, возникающих в самой мышце. Без каких-либо влияний извне. Даже изолированное сердце лягушки, это известный опыт, продолжает биться после смерти организма за счет способности сердца к автоматии. Проводящая система сердца также обеспечивает надежность его работы. Ведь при повреждении основного водителя, если синусовый узел все сдался, то его заменяют другие атриовентрикулярные, пучок гиса и даже волокна пуркинье. Но это конечно какие-то исключительные случаи. Благодаря проводящей системе сердца, его отделы, камеры сокращаются последовательно и всегда так. Сначала предсердие, а затем желудочки. Это происходит благодаря атриовентрикулярной задержке. Помните, когда возбуждение от синусового узла идет к атриовентрикулярному. На ЭКГ это такое спокойное место, ровное. Это атриовентрикулярная задержка. За счет нее сначала предсердие и потом желудочки. То есть через какое-то время. Также проводящая система сердца обеспечивает синхронное сокращение всех его отделов. Это за счет нексусов. Многочисленных связей между кардиомиоцитами увеличивается мощность сокращения сердца, когда все они одномоментно сокращаются. В норме главным водителем ритма является синусовый узел. Он обеспечивает частоту сердечных сокращений 60-80 ударов в минуту. Если с ним что-то пошло не так, то его функцию берет на себя атриовентрикулярный, но он уже генерирует импульсы с меньшей частотой 40-50. Если что-то пошло с ним не так, то пучок гиса 30-40 в минуту. И действительно есть люди, у которых нарушена проводящая система сердца, у них сердцебиение 30-40 ударов в минуту. Ну, волокна Пуркинье 10-20 минуту, конечно, чисто теоретически, если с пучком гиса что-то случилось, но это очень редко. В норме синусовый узел навязывает ритм всем нижележащим отделам. При патологии они проявляют свою активность. Посмотрим на проводящую систему сердца. Вот едет водитель ритма, главный, синусовый узел. За ним едет атриовентрикулярный, чуть подальше волокна, вернее, пучок гиса. А волокна Пуркинье это где-то там совсем в конце. Ну, такой своеобразный кортеж. Сердечный цикл. Это период, включающий одно сокращение сердечной мышцы и последующее расслабление. Ритмическое сокращение называется систола. От греческого систола сокращать, стягивать. А расслабление называется диастола. От греческого диастола расширение. Они обеспечивают безостановочное движение крови по сосудам. Один сердечный цикл длится 0,8 секунды, но это при ЧСС 75 ударов в минуту. Как много можно успеть всего за 0,8 секунды? Первая фаза это систола предсердий. Она длится 0,1 секунды. Атриовентрикулярные клапаны открыты, то есть между предсердиями и желудочками. Полулунные закрыты. Сокращены сфинктеры. Это кольцевая мускулатура в области впадения вен в предсердие. Через эти вены кровь поступает в предсердие, поэтому сфинктеры сокращены, чтобы кровь не пошла обратно в легочные вены. Кровь поступает в желудочки, то есть систола предсердия обеспечивает дополнительную подачу крови в желудочке. Далее вторая фаза. Систола желудочков 0,3 секунды. Атриовентрикулярные клапаны закрыты, чтобы кровь не пошла обратно в предсердие, а полулунные открыты, поэтому кровь устремляется в аорту и легочный ствол. Отдохнуть ведь тоже надо успеть. Общая диастола, общая пауза. Она длится 0,4 секунды. Предсердия и желудочки расслаблены. Закрываются полулунные клапаны, а тревентрикулярные клапаны открываются. Помимо общей диастолы, есть еще у каждого своя. Диастола предсердий. Берем и вычитаем из всего сердечного цикла систолу предсердий, то есть момент, когда они сокращены. Из 0,8 вычитаем 0,1, 0,7 секунд предсердия расслаблены. А желудочки там чуть поменьше. Из 0,8 вычитаем 0,3, то есть систолу желудочков вычитаем. Получается, что 0,5 секунд желудочки расслаблены. Но, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Систола предсердий, одна десятая. Смотрим. Створчатые клапаны открыты. Посмотрите, сфинктеры легочных вен сокращены. Кровь обратно не поступает в легочные вены. Кровь поступает из предсердия в желудочки. Полулунные клапаны закрыты. Затем систола желудочков, три десятые. Здесь мы видим, что полулунные открываются под напором крови. И кровь из желудочков идет в аорту и легочный ствол. Створчатые клапаны закрыты, чтобы кровь обратно не пошла в предсердие. И, наконец, когда можно расслабиться, отдохнуть. Общая диастола. Четыре десятых секунды. Атриовентрикулярные открыты. Полулунные закрыты. Кровь наполняет предсердие и желудочки. Расслаблены сфинктеры сосудов, которые впадают в предсердие. Кровь идет, заполняет камеры сердца. Закон «все или ничего» очень актуален для сердечной мышцы. Она сокращается по этому закону. Возбуждение, возникнув в одном месте, распространяется на весь миокард. Поэтому аут-цезарь, аут-никель. Или цезарь, или ничего. Этот закон здесь очень актуален. Помните, у скелетной мышцы возбуждение совсем по-другому распространяется. Оно проводится изолированно по отдельным мышечным волокнам. Причем возбуждение от одного мышечного волокна в норме не передается на другое. У сердечной ткани совсем другая история. Основное занятие сердца – это выбрасывать кровь. Поэтому есть такое понятие «сердечный выброс». Увеличение ЧСС ведет к укорочению диастолы. Это важно понимать. Мы начинаем какую-то физическую нагрузку, даем, увеличивается ЧСС, но диастолы-то сокращаются. Сердечный цикл в целом становится более сжатым. И период расслабления диастола сокращается тоже. Это снижает сердечный выброс и приводит к утомлению сердечной мышцы. Сердечный выброс – это объем крови, выбрасываемый левым желудочком в аорту за одну минуту. Принятое в медицине понятие. У тренированных спортсменов сердце отвечает на физическую нагрузку в большей степени не учащением ритма, не увеличением ЧСС, а увеличением сердечного выброса. Это энергетически более выгодно. Увеличением сердечного выброса в основном пользовались в Древней Греции. Прошли те времена, сейчас все захватила гиподинамия и только ритм учащается. Почему кровь движется в одну сторону? Потому что последовательно сокращается и расслабляется миокард. Сначала предсердие, а только потом желудочки. Изменяется давление крови в отделах сердца. При сокращении желудочка, например, давление в нем повышается и кровь изгоняется в следующую полость, где давление ниже. Деятельность клапанов сердца и клапанов аорты, легочного ствола, ну это как клапаны сосудов. В общем, третий и четвертый пункт это спасибо клапанам, которые препятствуют обратному току крови. Кровь прекрасно знает, что двигаться надо только в одном направлении, но иногда все равно нарушает. Поэтому есть кардиология и мы сегодня разберемся с теми болезнями, когда одностороннее нарушается. Регуляция деятельности сердца, как всегда, нервная и гуморальная. Нервная это импульсы через нервную систему, центральную, периферическую, поступают поблуждающим симпатическим нервам к сердцу. Гуморальная это силами жидких сред организма. Гуморальная от греческого хьюмор, влага, жидкость. Через кровь прежде всего реализуется. Вот мы и встретились с блуждающим нервом. Этот нерв явно заблудился в организме человека. Черепной нерв начинается из черепа, а заканчивается в брюшной полости. Это по длине что-то невероятное. Нервная регуляция. Начнем с нее. Центр сердечно-сосудистой системы располагается в продолговатом мозге. Ядра парасимпатических нервов. Это который заблудился. Парасимпатический нерв блуждающий. Расположен в продолговатом мозге. Запомните, парасимпатика, П, покой. Активно в покое. Они тормозят работу сердца, снижают ЧСС, уменьшают силу сокращений. Совсем другое дело это нейроны, дающие начало симпатическим нервам. Запоминайте по первой букве ЧСС. Симпатика стресс. Активно в стрессовый момент. Находится в верхних грудных сегментах спинного мозга. Она стимулирует. Симпатическая система стимулирует работу сердца. Увеличивается ЧСС. Повышается сила сокращений. Два новых термина. Также введем тахикардия. От греческого тахис. Быстрый скорый. Это увеличение ЧСС более 90 или более 100. Там по-разному. В разных медицинских ассоциациях считают в минуту. Ну принято более 90 в минуту. Брадикардия. От греческого братис. Медленный. Это урежение ЧСС менее 60 в минуту. Если же мы хотим проплыть, пролететь по внутренней среде организма, тогда гуморальная регуляция. Кальций, адреналин, тироксин стимулируют работу сердца, то есть учащают его ритм, усиливают сокращение, оттормозят работу сердца. Это у нас калий и ацетилхолин. Нейромедиатор, который выделяется в окончаниях парасимпатической нервной системы. Симпатическая нервная система С-стресс работает на пределе, когда студент сдаёт зачёт по сердцу. А когда сдал, парасимпатика активируется, можно и пореже сокращаться и отдохнуть. Итак, регуляция работы сердца нервная и гуморальная. Нервная симпатика, парасимпатика, симпатика ускоряет, усиливает, парасимпатика урежает, ослабляет. Это тот, кто заблудился, блуждающий нерв, парасимпатический. Гуморальная, проплыть, пролететь, кальций, адреналин, тероксин усиливают, калий, ацетилхолин замедляют. Вот вкратце всё по регуляции, теперь идём к болезням. Сегодня мы становимся кардиологами от греческого кардия сердца. Это обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека, строения, развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний. Когда-то Боткин произнёс известную фразу, когда я присутствую на вскрытии умершего от заболевания сердца, то в половине случаев не могу понять, от чего он умер, а в другой половине случаев, как он ещё мог жить с таким сердцем. Действительно, сердце, когда видишь у пациента, который страдал сердечно-сосудистым заболеванием, только такая мысль возникает, как он ещё мог жить. Итак, переходим к патологиям сердца. Аритмия. От греческого а. Отрицание ритма с ритм. Это нарушение ритма сердца. Изменение нормальной частоты, регулярности и источника возбуждения, то есть водителя ритма. Расстройство проведения импульса тоже сюда относится. В основе лежат нарушенные и знакомые вам свойства сердца. Автоматизм, возбудимость, проводимость. Этиология, то есть причина. Это последствия воспалительных, инфекционных заболеваний, ревматизм, дифтерия и интоксикации. Лекарства, алкоголь, гиперфункция щитовидной железы, врождённые аритмии тоже занимают большое место. Клиника. На что жалуется? Может быть отсутствие жалоб? Никаких. А может быть ощущение замирания, переворачивания сердца, перебоев в его работе, а также боли в области сердца. Лечим специальной группой препаратов. Антиаритмические, они так и называются. Это препараты калия, мембраностабилизирующие препараты, то есть которые кардиомиоцитам говорят, давайте будете нормально возбуждение проводить, не надо тут самодеятельности. Вспоминаем, мы пришли в ресторан, дорогой, конечно, изучать анатомию и как мы действуем там. Сначала холодные закуски, синоатриальные, затем первое атриоментрикулярные, второе пучок гиса, ну и на десерт волокна пуркинье. Здесь возбуждение передается миокарду желудочков, желудочки сокращаются. При аритмии это красивая последовательность. Передача возбуждения нарушается и посетитель ресторана сходит с ума, то есть он заявляет официанту, принесите-ка мне десерт. А нет, слушайте, хочу первое. Нет, давайте все-таки десерт. Нет, хочу второе. А, забыл холодные закуски. И начинается невероятный хаос, потому что все возбуждаются и сокращаются как хотят. Сначала желудочки, потом предсердие, последовательность уже не важна, уже хоть бы как, чтобы что-то хоть перекачать. Аритмии огромное количество видов, поэтому даже из кардиологии выделился отдельный раздел аритмология, которая занимается изучением и лечением только аритмии. Далее нас поджидает атеросклероз. Атеросклероз от греческого атерокашица и склерозис уплотнения затвердения. Это поражение артерий в виде отложения в них липидов и белков вследствие нарушения липидного и белкового обмена. Этиология, то есть причина. Наследственность, мужской пол предрасполагает, возраст старше 40, артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиподинамия, курение. Клиника, на что жалуется. Длительное бессимптомное течение, ничего не беспокоит. Десятки лет. Ишемия. Затем резкое нарушение кровообращения от греческого иша, задерживать и гемокровь, органов и тканей. И, конечно, нарушение их функции вследствие того, что кровь не поступает к ним. Как лечим? Низкохолестериновой диетой, отказом от курения, гиполепидемическая терапия, то есть нормализуем липидный обмен, стабилизируем холестериновой бляшки. Повышение физической активности, конечно, никогда лишним не будет. Давайте посмотрим, как это происходит. В сосуде формируется холестериновая бляшка, которая постепенно увеличивается в размерах, приводя в итоге к полной закупорке сосуда. Разрыв атеросклеротической бляшки, вот здесь наш организм немножко путает. Он считает, что это разрыв сосуда и надо свертывать кровь. То есть свертывание крови начинается прямо внутри сосуда. Образуется тромб прямо внутри сосуда, который может закупорить просвет и разобьется инфаркт. Давайте посмотрим. Вот так постепенно у каждого из нас с вами, как бы мы на самом деле правильно не питались, какой бы мы правильный образ жизни не вели, но быстрее или медленнее у всех накапливается холестерин в стенке сосудов. Конечно, образ жизни очень влияет, но все равно это происходит. Это генетически в некотором смысле обусловлено. Сосуды кровоснабжают и сердце, коронарные артерии, помним с вами корону, венец и головной мозг. И вот эти атеросклеротические бляшки могут разорваться, тогда ток крови будет перекрыт тромбом. В зависимости от того, где этот сосуд оказался, если это в головном мозге, то это инсульт или инфаркт мозга. Если это в сердце, то это инфаркт миокарда. От этого момента мы плавно переходим к инфаркту миокарда. Ишемический некроз от греческого некроз мертвый, а ишемический, вы уже знакомы с этим словом, должны знать, что это недостаток кровоснабжения. Ишемия нехватка. Участка сердечной мышцы, то есть умирает в буквальном смысле участок сердечной мышцы, и это происходит в результате острой недостаточности коронарного кровообращения, то есть по коронарным артериям перестает поступать кровь. Золотой стандарт диагностики это коронарография. Вот латинского корона венец, и граф описать, изображать. Давайте посмотрим, как она проводится. Раньше, чтобы увидеть сердце, добраться до сердца, надо было вскрывать грудную клетку. Это сложнейшая операция. А теперь можно вставить катетер в бедренную артерию, то есть через ногу, попасть в бедренную артерию, подниматься по сосудам все выше, выше и выше, и добраться через сосуды до самого сердца, не вскрывая грудную клетку. Это, конечно, достижение очень большое, это спасает огромное количество жизни. Добравшись до коронарной артерии, хирург начинает вводить контраст в нее и видит на рентгеновских снимках, это как видео практически в прямом эфире происходит в рентгеноперационной, видит места сужения. Посмотрите, вот слева мы с вами видим хорошо стрелочками показаны места сужения коронарных артерий, то есть это место забрала атеросклеротическая бляшка, которая сузила просвет сосуда, и хирург, видите, справа добрался до этого места без вскрытия грудной клетки, через ногу добрался и восстановил просвет сосуда, восстановил кровообращение, спас умирающий участок сердца. Это поистине чудо. Если только ваш близкий человек начинает предъявлять вот такие жалобы, то запомните, у вас есть всего лишь один час, чтобы запихнуть его в машину и доставить до приемного отделения. Вообще-то считается 2 часа, но нам в медицинском говорили, что лучше ограничиться одним часом, как можно быстрее, чтобы провести вот эту коронарографию и быстро восстановить кровоток, спасти сердце. Итак, клиника, страх смерти, интенсивная боль за грудиной, приступ длится более 15 минут, нитраты, там нитроглицерин не помогает, не снимает боль. Боль распространяется в левую руку, плечо, холодный пот. Как лечим? Никаких может через 30 минут пройдет, через час посмотрим, берем, запихиваем в машину и в течение первых двух часов надо доставить до больницы. Лучше, вы теперь знаете, в течение первого часа. Это может привести к полному выздоровлению. Обезболивающие дают, тромболизис проводят, то есть разрушают тромб, который образовался внутри сосуда, чтобы восстановить кровоток к органам, к тканям. Дают препараты, которые снижают потребность миокарда в кислороде. Возникает вопрос, как именно внутри сосуда врач умудряется восстановить кровоток? Давайте посмотрим. Первый способ это стентирование. То есть с помощью этого зонда, длинного, который идет аж из бедренной артерии, доставляют к участку суженному коронарной артерии такой вот стенд. Он расправляется и фиксирует сосуд, фиксирует его просвет. То есть все, сосуд не спадется, просвет восстановлен, органы и ткани получают кровь, получают питательные вещества, кислород. Также применяют еще баллонную ангиопластику, то есть баллоном. Вводят баллон, опять же, через этот длинный катетер в коронарный сосуд и просто его расширяют. Несколько раз расширив, мы получаем то же расширение участка, кровоток восстанавливается. Далее движемся к пролапсу метрального клапана или, как у нас один врач говорил, проляпс. Ну, каждый латынь по-своему читает. Пролапс, латинское пролапсус, выпадение. Провисание одной или обеих створок метрального клапана в полость левого предсердия при систоле левого желудочка. То есть в момент сокращения левого желудочка одна створка пролабирует, провисает в полость левого предсердия. Часть случаев пролапса сопряжена с нарушением гемодинамики. Кровь возвращается в левое предсердие, то есть возникает метральная недостаточность. И это дополнительно увеличивает нагрузку на левое предсердие. Этиология, врожденный пролапс, ревматическое поражение створок, кальцификация или вследствие инфекционного эндокардита, а также много других причин. На что жалуемся? Ни на что. Бессимптомное течение, но могут быть боли в области сердца, сердцебиение, обмороки, головокружение, повышенная утомляемость. В большинстве случаев лечение не требует, если нет нарушений гемодинамики. Если кровь не возвращается обратно в левое предсердие, тогда просто профилактика инфекционных заболеваний и артериальной гипертензии. Если есть какие-то нарушения гемодинамики, то дают препараты, препятствующие образованию тромбов и смотрят уже на степень метральной недостаточности. Если степень серьезная, то хирургическое лечение, пластика метрального клапана, его протезирование. Взглянем с вами на метральный клапан. Слева здоровый, слева все хорошо, а справа пролапс. Провисание одной из створок в полость левого предсердия. И здесь, конечно, часть крови из левого желудочка будет возвращаться в левое предсердие. Если возвращается крови много, то возникает уже риск тромбов, значительно возрастает нагрузка на сердце и применяют хирургическое лечение. Пластика клапана, либо протезирование. Есть механические протезы, есть биологические протезы. Опять же, все это путем катетеризации. Через бедренную артерию вводят зонд, который достигает сердца, достигает метрального клапана, а там уже все готово, все продумано, только надо расширить баллон и метральный, новый метральный клапан встает на свое место и отлично функционирует. Ну, по крайней мере, лучше, чем предыдущий. В некоторых случаях применяют протезирование. Здесь надо вскрывать грудную клетку, подключать человека к искусственному сердцу. Это гораздо сложнее, но существуют и такие случаи. Хирург прямо-таки вшивает новый клапан, который, опять же, по функциям будет лучше, чем предыдущий. Человек остро нуждается в такой операции. Далее, гипертрофия сердца. Это компенсаторная приспособительная реакция миокарда, выражающаяся в увеличении массы сердечной мышцы. Этиология причины. Артериальная гипертензия, а артальные пороки, недостаточность метрального клапана. Происходит перегрузка левого желудочка объемом или давлением. С этим и будет связано лечение, мы будем на это воздействовать. Антигипертензивная наша терапия будет снижать артериальное давление, а лечение клапанных пороков сердца будет снижать перегрузку объема. То есть, кровь не будет возвращаться туда, куда не надо. Будет течь в одном направлении, как положено. В норме у спортсменов можно встретить спортивное сердце, увеличенное по своей массе за счет миокарда. То есть, это сердце такое, которое ходило в фитнес-зал и прокачалось-накачалось. Слева мы с вами видим здоровое сердце. Посмотрите, тонкая стенка. Все в норме. При гипертрофии происходит утолщение стенки сердца за счет мышечного слоя. Средний слой очень развивается. Причем обычно левый желудочек гипертрофируется сильнее, потому что он качает кровь против большего давления. Здесь левый гипертрофировано. Посмотрите, какая стенка. Правая не в такой степени. Еще гипертрофирована межжелудочковая перегородка. Это все сужает полость. То есть, за счет этого разрастания полость левого желудочка становится меньше. И с этим связаны многие неприятные моменты. Последний наш пациент сегодня пришел с сердечной недостаточностью. Это синдром, характеризующийся неспособностью сердечно-сосудистой системы адекватно обеспечивать органы и ткани кровью и кислородом в нужном им количестве. То есть, в нужном количестве для тканей и органов. Этиология, то есть, причина. Последствия инфаркта за счет уменьшения массы миокарда. Да, часть миокарда умирает. Клапанные пороки. Это сужение отверстий, увеличивается нагрузка на отделы сердца. Артериальная гипертензия тоже увеличивает нагрузку на сердце, перегружает его. На что жалуемся? Тахикардия, одышка, кашель, синюшность кожных покровов. Синюшность по-другому называется цианоз от греческого цианоз, темно-синий, задержка жидкости, отеки тканей, особенно ног, общая утомляемость, слабость. Как будем лечить? Две задачи перед нами стоят. С одной стороны, это разгрузить сердце, а с другой стимулировать его работу. Разгружать будем мочегонными, которые уменьшат общий объем крови и вазодилататорами расширят сосуды. Снизим давление, снизим нагрузку на сердце. Стимуляция работы сердца это сердечными гликозидами, которые будут повышать уровень кальция в кардиомиоцитах и активируют актин-миозиновый комплекс. Врач уже по внешнему виду может заподозрить сердечную недостаточность. Это, конечно, отеки ног, которые развиваются особенно под конец дня. Это очень важное отличие сердечной недостаточности. Запомните, что при болезнях сердца отеки идут снизу, то есть от ног и поднимаются выше. А при почечной недостаточности отеки начинаются сверху. Вот здесь перед нами это такое устоявшееся медицинское словосочетание почечное лицо. Лицо пациента, у которого болезни почек. Отеки начинаются с лица, то есть сердечные отеки идут снизу, а почечные сверху. Вернемся к сердечной недостаточности. Здесь мы видим отеки пальцев кисти. Также есть интересный симптом сердечный кашель. Он связан с застоем в малом круге кровообращения, то есть происходит отек легких. Скапливается жидкость вокруг легких. Вообще жидкость как-то вот не получается. Насос не очень хорошо работает и не качает жидкость, поэтому она в легких. Она вокруг легких. Она в брюшной полости. Асцит, живот выпячивается от этой жидкости. Отеки ног. Жидкость повсюду. В общем, берегите свой миокард. И прежде чем его кому-то отдавать, очень хорошо подумайте. На этом лекция по анатомии и физиологии сердца завершается. Слава Павлову, мы наконец-то начинаем решение тестов. Чтобы было интереснее, ставьте видео на паузу, сначала решайте сами, затем включайте видео и смотрите, как решил я. Первый вопрос. Тут у нас левый желудочек. Давайте сначала посмотрим, кто есть кто. Левое предсердие, затем правый желудочек, правое предсердие. Это полулунные клапаны аорты и легочного ствола. И шестое это трикуспидальный клапан между правым предсердием и правым желудочком. Из всего перечисленного подошел левый желудочек, правое предсердие и любители астрономии полулунные клапаны. Далее регуляция адреналин, кальций, ацтилхолин, калий. Это регуляция гуморальная. Следующее задание историческое. Здесь устанавливаем последовательность. Сначала сокращение предсердий, затем кровь из предсердий попадает в желудочки. Это у нас четвертое. Далее сокращение желудочков и желудочков в легочную артерию и аорту. Ну, точнее сказать, легочный ствол. Ну ладно. Затем расслабление, общая диастола и кровь из предсердий. Вернее, кровь из вен попадает в предсердие, частично стекает в желудочке. Далее к заданиям посерьезнее. Назовем структуры сердца, обозначенной цифрами 1-2. Под цифрами у нас первое – это практически моллюска беззубка, двустворчатый клапан. Второе – это мышечная стенка, миокард левого желудочка. Вспоминаем наш парусник. Анатомическое строение клапана препятствует обратному току крови из левого желудочка в левое предсердие. Сокращение миокарда левого желудочка обеспечивает повышение давления в полости левого желудочка, а если давление повысилось, значит кому-то пора выходить. Это способствует выбросу крови из левого желудочка в аорту. Далее ищем ошибки. Сердце, полый мышечный орган расположен в брюшной полости. Ну, спасибо, что не в полости малого таза. Не в какой ни в брюшной полости, а в грудной. Околосердечная сумка называется не эпикард, а перикард от греческого «пери около». Мы это не обсуждали, но в полости перикард действительно есть жидкость, которая уменьшает трение сердца при сокращениях. Это верно. Далее все верно до того момента, как говорят о мышечной стенке. Желудочки выполняют гораздо большую работу, поэтому мышечная стенка желудочков толще стенки предсердий. Далее соответствие. Кровь выбрасывается в аорту легочную артерию. Здесь надо постараться. Это дело для желудочков, систола желудочков. Створчатые клапаны открыты, то есть чтобы кровь шла из предсердий в желудочке. Полулунные закрыты. Кровь идет из предсердий желудочки. Это значит систола предсердий. Длительность фазы составляет 0,4 секунды. Время расслабится. Общая диастола. Движение крови из предсердий в желудочке. Ну, здесь уже явно нам говорят систола предсердий. Створчатые закрыты, то есть чтобы кровь не пошла в предсердие. Полулунные открыты, чтобы кровь пошла в аорту легочный ствол. Значит, речь о систоле желудочков. И, наконец, кровь переходит из вен предсердий желудочки. Такой пассивный ток. Это диастола. Общая пауза. Пробираемся по этому загадочному светилищу дальше. Тут нам опять надо найти ошибки в тексте. Предсердия сердца не сообщаются между собой. Они полностью изолированы межпредсердной перегородкой. Створчатые клапаны, наши парусники, открываются только в сторону предсердий. Ну да, если бы так, то жить было бы тяжело. Только в сторону желудочков. Однонаправленный ток крови из предсердий в желудочке. Последнюю ошибку совершил правый желудочек. Он как-то умудрился запустить кровь в вену. Хотя вены несут кровь к сердцу. От правого желудочка отходит легочный ствол, который затем делится на две легочные артерии. На левую и правую, направляющиеся к одноименным легким. Далее у нас историческое задание. Кровь поступает в сердце, сокращаются предсердия. Из них кровь поступает в желудочки, затем сокращаются желудочки. Кровь поступает из них в аорту и артерии, затем время расслабиться, общая диастола. В правое предсердие кровь поступает, конечно, венозная. Ни из каких артерий кровь в сердце не может поступать, потому что артерии несут кровь от сердца. Кровь поступает из верхней и нижней полой вены, из большого круга кровообращения. Следующее тут элементарно, методом исключения, систола предсердий, конечно. Затем сокращение желудочков. В эту фазу клапаны кровь выходит из желудочка в аорту легочный ствол. То есть полулунные открыты, а створчатые закрыты, чтобы кровь обратно не пошла. Пятый пункт и расслабление. Кровь пассивно поступает из вен, предсердие заполняет желудочки 1, 5, 8. Далее постараемся узнать, кто такие А и Б. Так, здесь оказался повтор того задания, которое мы решали, несколько в другом виде, но суть та же. А – это мышечная стенка, миокард, желудочка. Б – метральный клапан. Раз уж так получилось, пункты 2 и 3 возьмите из предыдущего, а я с вами поделюсь секретом, как не путать метральный двухстворчатый и трикоспедальный трехстворчатый клапаны. Вспоминаем легкие и ассоциируем с ними. Помните, левая легкая – две доли. Одну долю крадет сердца. Левая легкая – две доли. А слева у нас какой клапан? Двустворчатый. Две доли. Справа – правая легкая – три доли. Справа клапан трехстворчатый. Три доли – трехстворчатый. С легкими ассоциируйте и не перепутайте. Далее к следующим вопросам заполним пустые ячейки таблицы. Систола предсердий. Кровь изгоняется из предсердий в желудочке. Цифра 1. Далее переходим к пункту B именно в такой последовательности. А, Б, В. Ну, методом исключения легко. Систола желудочков, конечно. Третье. Общая диастола длится 0,4 секунды. Вот и все время на отдых. Теперь посмотрим, насколько хорошо вы запомнили клапаны. Клапан аорты, то есть полулунный клапан аорты. Мы узнаем по месту отхождения коронарной артерии. Полулунный клапан легочного ствола лежит спереди. Спереди лежит легочный, сзади него аортальный. Далее считаем до двух и до трех. Две створки. Двустворка, двустворчатый клапан, метральный клапан, трехстворка, трехстворчатый клапан. Третье. Фиброзная оболочка сердца. Совпадение здесь оказалось по фиброзной оболочке трехстворки и двустворки. Двустворчатый клапан, метральный. Следующее задание у нас поинтереснее, с развернутым ответом. По цифре четыре здесь левое предсердие. Левое предсердие, левая половина сердца содержит артериальную кровь. По четырем легочным венам артериальная кровь поступает в левое предсердие. Это после того, как она прокатилась в метро. Оксигемоглобин, артериальная кровь, насыщенная кислородом. Далее у нас тут историческое задание, таблицы. Приступаем. Сначала предсердия наполняются кровью, поступающей из вен, затем происходит сокращение предсердий. Кровь поступает в желудочки, выталкивается из них после сокращения желудочков в аорту легочный ствол. И затем время расслабится, общая пауза. Далее, давайте сначала подпишем рисунок. Левый желудочек, это двухстворка, метральный клапан, аорта, полулунный клапан легочного ствола. Видите, он спереди отходит, а аорта сзади. Мы это видели, когда срез клапанов. Шестое, это правый желудочек, пятое, легочный ствол. Есть попадание по полулунному клапану легочного ствола, также попадание по двустворке. Легочная артерия. Получается этот ответ просто методом исключения, хотя больше это легочный ствол, это еще легочный ствол. Затем он только разделится на две легочные артерии. Но вот методом исключения так. В следующем задании мы видим движение крови из предсердия в желудочке, то есть это фаза систола предсердий. Она длится 0,1 секунду, 1,1 и движение крови из предсердий в желудочке. 8. В следующем задании важно не ошибиться и начать именно с пункта А, который вот так неудобно расположен внизу, потому что ответ мы должны дать в последовательности А, Б, В. Итак, место впадения полых вен. Конец большого круга кровообращения это правое предсердие, венозная кровь, туда они несут ее. Правый желудочек. Это справа у нас правая легкая, три доли, трехстворка, отделена от правого предсердия трехстворчатым клапаном. Затем левый желудочек, его функция, начало большого круга, от него начинается аорта, сокращаясь, он обеспечивает ток по большому кругу. Далее к следующим вопросам, почему при гипертонической болезни прописывают мочегонные. Может врач ошибается? Сначала делаем вид, что мы не услышали вопрос. Мы рассказываем, что такое артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь. Она характеризуется повышением артериального давления выше 140 и 90 миллиметров ртутного столба. Мы сегодня касались этого вопроса. Мочегонные препараты уменьшают объем циркулирующей крови, разгружают сердце, в результате чего артериальное давление снижается. Теперь рисунки, рисунки, еще раз рисунки. Давайте смотреть, что тут. Легочная артерия, здесь именно левая легочная артерия. Четыре это аорта. Шестое это полулунный клапан аорты. Пятое, нижняя полая вена. Третье, верхняя полая вена. Второе, правое предсердие. Есть попадание по верхней полой вене, аорте и нижней полой вене. Продолжаем оставаться кардиологами. Здесь у нас аорта, легочные вены, левый желудочек, трехстворка, трехстворчатый клапан, правое предсердие и верхняя полая вена. Только в четвертом. Я не совсем точно попал, потому что если приглядеться, там не трехстворчатый, а правый желудочек. Можно очень долго сидеть над этим вопросом, если не прочитать условия. Мы должны выбрать те структуры, в которых артериальная кровь. То есть здесь все верно. Все шесть пунктов соответствуют цифрам. Но где артериальная кровь? В левом желудочке. От него отходит аорта, в ней тоже. Левое предсердие. Здесь такого пункта нет, но зато здесь есть легочные вены, которые от легких несут артериальную кровь в левое предсердие. Далее опять эти художества. По цифре 1 легочные вены, которые впадают в левое предсердие. 4 это левая легочная артерия, от легочного ствола отходит. 3 это аорта, 5 это верхняя полая вена, 6 это правое предсердие. Мы попали по левому предсердию, по аорте и легочным артериям. Наконец, что-то новое автоматия. Это способность к независимости. Еду где хочу, работаю под влиянием импульсов, зарождающихся во мне саму. Автоматия сердца связаны с импульсами, которые возникают в самой сердечной мышце. Далее ищем ошибки в тексте. Во втором предложении желудочки и предсердие немножко перепутали, потому что сначала сокращаются предсердия и лишь потом желудочки. В четвертом опять заблудился этот блуждающий нерв, парасимпатический. Он не ускоряет работу сердца. Симпатические нервы ускоряют работу сердца, а парасимпатические блуждающий замедляют работу сердца. В шестом предложении с ацетилохолином мы согласимся. Это нейромедиатор парасимпатической нервной системы. Парасимпатика замедляет. А вот адреналин это гормон мозгового вещества надпочечников. Он ускоряет работу сердца. В следующем вопросе можно только посочувствовать лягушке. Ответим, почему сердце продолжает биться, будучи изолированным от организма. Способность сердца сокращаться вне организма, то есть под влиянием импульса, возникающих в нем самом, это автоматия. В атипичных кардиомиоцитах, которые не такие, как типичные, периодически возникает возбуждение, передающееся на мышечные стенки обоих предсердий, а затем на желудочке. Отличительной особенностью сердечной мышцы, в отличие от скелетных мышц, является большое количество межклеточных контактов – нексусов. Если хотите поразить экзаменатор в самый миокард, скажите, что нексус от латинского nexus – связь. Он это оценит. Эти контакты, нексусы, являются местами переходов возбуждения с одной клетки на другую. Они увеличивают, их многочисленность увеличивает надежность проведения возбуждения в миокарде. Если один кардиомиоцит забыл передать возбуждение, ничего, другой с другой стороны поможет и передаст следующему. Завершает нашу с вами тренировку вопрос про сердечный цикл. Систола желудочков изображена на рисунке номер 2. Как мы это понимаем, мы видим с вами, что кровь изгоняется в легочный ствол, в аорту, а створчатые клапаны закрыты. Путь предсердия закрыт. Рисунок 1 – это систола предсердий. Мы узнаем по сокращенным сфинктерам вен. Вот здесь, видите, кровь не уйдет обратно в вены, кровь направляется в желудочке. А вот здесь – общая диастола. Сфинктеры вен расслаблены, кровь поступает в предсердие и пассивно в желудочке. Что касается двухстворки, трехстворки, то в момент систолы желудочков створчатые клапаны закрываются. Это препятствует обратному току крови из желудочка в предсердие. В момент систолы желудочков кровь поступает в аорту и легочный ствол. Легочный ствол в дальнейшем делится на две легочные артерии – левую и правую, которые идут к соответствующим легким. Спасибо вам большое за то, что это время были со мной. Теперь, пока ваш миокард еще при вас, я надеюсь, успеете зайти на Studarium. Посмотрите статью «Сердце и сосуды». Ссылка будет в описании. Здесь есть часть того, что мы обсуждали, часть того, что мы обсудим на следующей лекции. Но в конце статьи вас ждет тест, который очень полезно пройти для закрепления знаний. Подписывайтесь на канал Studarium, где вы найдете много интересных видео. Ставьте лайки. Для синтеза у меня АТФ. Помните, один лайк – одно АТФ, а мне нужно много АТФ для создания новых видео. Плавайте на парусниках, увлекайтесь астрономией. Пусть створчатые и полулунные клапаны вас никогда не подводят. Успехов, удачи и до новых встреч!